Микс сумок категории крема и экстра. Мешок весит у нас 10 килограмм. Первым идёт сумка марки Ри Райланд, небольшая. Одно большое отделение, закрывается на магнитный замок, следов износа на ручке нет. На самой сумке также следов износа затёртости тоже нет. Так, следующая сумка тоже достаточно интересное оформление. Износа на ручках нет, ручки сами жёсткие. Вот здесь вот тканевая оплётка, ну как шнурок и шнурка оплётка сделана она так. Так, один большой отсек, сразу можно сказать. Следов износа на самой сумке нет, опять же на ручках тоже. Ещё одна сумка, давайте посмотрим. Одна большая ручка массивная, на ней следов износа я не вижу. Так, в самой сумке одно большое отделение, есть несколько небольших кармашков изнутри. Так, сама сумка тоже без следов износа. Вот такая вот сумка. Я так понимаю, внутри, наверное, у нас должен быть ремешок где-то спрятан. Нет, почему-то нету. Да, нету. Вот здесь вот обычно цеплялся ремешок, ну ладно. Следов износа на самой сумке нету, состояние отлично. Вот если бы, конечно, был ремешок, было бы, конечно, чуть получше. Так, следующая сумка. Опять же, следов износа на ручках хотел бы сказать, что нет, но здесь вот есть небольшая потертость. Вот, так, по поводу самой сумки, тоже следов износа нету. Два больших отделения, разделённая перегородка, в которую можно положить мелочь. Закрывается всё это дело на замок, на обычный. Так, а вот такая вот походная набедренная сумка. Тоже два отделения, кармашек. Марка Атмосфер, кстати, тоже следов износа нет. Здесь у нас вот такая вот вещь интересная, тоже без следов износа. Так, тоже вот компактная сумка, очень... Здесь у нас липучка. Один большой кармашек, закрывается на липучку. И одно большое отделение, тоже по периметру всякие кармашки есть, для телефона, для мелочи, для документов и тому подобное. Небольшая сумочка. Марка F&F. Здесь у нас, кстати, и бирка, оказывается, есть. Что-то я сразу не заметил. Следов износа на ручке нет, у нас на самой сумке также нет. Так, вот такой вот кошелёк, клатч. Не знаю, кто так называет. Цепочка внутри у нас спрятана, следов износа на самом клатче нет. Состояние отличное. Ещё одна сумка, тоже без следов износа. Здесь можно особо не заморачиваться. Одно большое отделение. Так, сумка тоже на магнитном замке. По-моему, Дороти Перкинс, да, Дороти Перкинс. Следов износа на самой сумке нет, на ручке также без следов износа. Так, это больше похоже на косметичку какую-то. Скорее всего, это она и есть, тоже без следов износа. Какая-то надпись, которую я не могу прочитать, но ладно. Так, вот такая вот интересная сумка. Михаэль Корс. Посмотрим. Два больших отделения. Опять же, большая перегородка, куда можно положить мелочь. Опять же, отсеки всякие под документы и под телефон тоже остались. Так, следующая сумка достаточно брутальная, ну или клатч. Тоже вот, видите, какой-то металлическая какая-то вставка. Так, внутри бирка. Здесь у нас следов износа, хотел бы сказать, что нет, но внутри у обивки немножко отходят нитки. Так. Не знаю, то ли вам цепочку есть, то ли у него цепочки изо рта вываливаются. Так, и вот такая вот цепочка тоже, без следов износа всё. Ещё одна сумка, одно большое отделение, магнитный замок. И цепочки, следов износа нет. На сумке также. Так. Вот ещё одна интересная сумка. Закрывается, опять же, на обычный замок. И на магнитный. Вода внутрь не попадёт. Марка New Look, кстати. Одно большое отделение, есть небольшой кармашек для мелочи. Так. И, в принципе, тоже следов износа явных я не вижу. Посмотрим, что у нас дальше идёт. Немножко подвинем. Вот такая вот сумка зелёная. Тоже одно большое отделение. Кармашки по периметру. И так. Посмотрим. Да, здесь у нас следов износа также нет. Вот тоже небольшая сумочка. Закрывается вот такой вот интересный замок. Тоже следов износа нет. Состояние отличное. Ещё одна. Также без следов износа на самой сумке и на ручках. Так. Давайте посмотрим здесь. Марка New Look. Вот здесь вот есть. Изнутри есть некто, ну, как сказать, затёртость небольшая. Так. Так. Замок проверим. Замок работает хорошо. Не сказать, что отлично. И вот здесь вот есть полоса. Это, наверное, единственный сумк, который я вот из этого мешка, точнее, который я более-менее придрался. Потому что другие пока радуют. Так. Большая жёлтая сумка. Небольшой кармашек снаружи. Два больших отделения. Между ними отделение для мелочи. Всё как обычно. Следов износа нет. Так. Калач, опять же, марки Atmosphere. Ручка под руку. Ручка под руку. Тоже следов износа хотел бы сказать, что нет. Но вот здесь вот есть какое-то пятно. В целом состояние отличное. Вот ещё одна сумка. Здесь у нас одно отделение. Закрывается на замок. Следов износа на ремне нет. Ещё чуть-чуть подвинем. Так. Ещё одна сумка большая достаточно. Следов износа на самой сумке нет. Одно большое отделение. Закрывается на замок. Следов износа на ручке, опять же, нет. Так. Небольшая сумка. Закрывается на магнитный замок. Одно отделение также. Марка Atmosphere. Так. Следов износа потертости я не вижу. Тоже состояние отличное. Вот ещё одна сумка. Тоже одно большое отделение. Несколько кармашек по периметру. Снаружи никаких кармашков, но здесь нет. Закрывается я, правда, не совсем понимаю, почему вот здесь вот такая вещь. Но... В общем, одна полоска кожи вставляется в другую полоску кожи. Что-то такое. Так. Вот ещё одна большая достаточно сумка. Тоже посмотрим. Одно большое отделение. Массивная ручка. Следов износа на ручке нет. Ручку можно отрегулировать. Так. Ещё две ручки. Ну, или ремешок. Так. Следов износа нет. Состояние отлично. Закрывается на замок. Опять же. Так. Вот такая вот сумка. Тоже достаточно интересный такой вариант. Это, оказывается, кармашки у нас. По краям кармашки расположены. Вот здесь вот ещё один кармашек. И, опять же, два отделения, между которыми небольшая перегородка, которую может положить мелочь, тоже закрывающаяся на замок. Так. Вот такая вот сумка. Небольшой кармашек снаружи, с двух сторон, по торцам. Следов износа на ручках на сумке я не вижу. Так. Опять же. Переходим к следующему. Так. Вот такая вот сумка. Это больше похоже на какой-то термопакет. Маленький. Закрывается на магнитные замки и на обычный замок для собачки. Так. Вот такой вот тоже какой-то походный вариант. Интересный. Опять же, с этикеткой. Так. Следов износа нет. Очень много всяких отделений, кармашков и тому подобное. Походный вариант. Вообще, отличная вещь, я так думаю. Так. Вот еще одна сумка. Последняя, по-моему, в этом мешке, да? Да. Последняя в мешке, говорят. Один большой кармашек снаружи, одно большое отделение внутри и небольшой кармашек для мелочи. Следов износа на самой сумке нет. На ручках также без следов износа. И на этом все. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.